Мы приехали снова в наш любимый ресторан. Это уже сегодня второй у нас на счету. Сначала был один перекус, но я не выпивала никакое вино, ни стаканчик, ни бокальчик, потому что была за рулем. Я понимаю, что можно, но я никогда такое себе не позволяла, потому что я не такой уж прямо, знаете, крутой водитель. Мне нужно полностью, чтобы вся голова работала. Так, сейчас мы идем. Я смотрю, вот у нас здесь так вот мы уже пугаемся, потому что видите, как сколько? Все вокруг забито. Сидят, ждут. Get killed. Мы просто, нам повезло, что вот здесь было несколько мест в баре, и как раз у нас вот идет, наша Оклахома играет, видите? И Оклахома продувает сейчас. 28.42 в Вильяново. Но они играют вообще совершенно в другом станок и не обычных на каком-то футбольном поле. Знаете, это большая разница. Вот это пройдет в море. Все, мы покидаем нашу семью, едем домой. Сейчас мы заедем вот сюда, посмотрим на эту улицу, что у них здесь продается. У них все дома продаются очень большие, которые нам такие не нужны. Кто их будет за ними смотреть? Работать надо, а не драйд. Так, вот такие вот. Здесь они все начинаются от 300. в прошлый раз продавался дом на этой стороне. I forgot which house was for sale last time. I think this one. Right here was. Ah, this one, yeah. Oh, it's still for sale. It looks like small, but it is not. It's huge. It's huge, yeah. Two storey with a full basement. Вот они вроде как некоторые выглядят и поскромнее. Вот если видите, три гаража, это там тысячи square feet. Вот видите, colonial style. Колониальный, они любят такое. Любят такое. Симпатичный. Oh, yeah. I like the brick. Mm-hmm. New in here. Mm-hmm. Yes. Вон там дома на... О, боже, огроменный, как дом культуры. Ну, вот этот вот маленький, этот наш размер приблизительно. Два гаража. Ой, да, две машины гараж. She was only talking about this all in me. У нас были такой террасы красивой нам на втором этаже. Там можно и бассейн сделать. Упс. С этой стороны вот солнышко падает, лучше видно, красиво. Вот такой цвет. Мне нравится. Я, конечно, больше люблю кирпич. Наверное. Потому что с чем вырос? Мне кажется, вот сюда кирпичные дома смотрятся как-то более солидно. Ой, там вот огроменные, конечно. Огромные. Здесь huge. Yes, with pool. Вау. А ну, это огромный просто дом. Огромный. Там можно затеряться. Мне нравится, как они сделаны так сложно. Знаете, там переходы разные, лестницы. Хотя, вы знаете, когда вы становитесь старше, здесь вид, смотрите, как он стоит на вершине горы. И когда это все зеленеет, все видно вокруг. Боже, какая красота. Красота, да? Вот и здесь. Ну, они все. 300, 60, 400, 500. Разные-разные. Есть, конечно, и по 800. Ну, там солидный такой кирпичный дом. Вот это тоже, видите, тут целое имение. Ох, против солнца, наверное, ничего не видно. Огромные окна. Вея. Ага. Какие красивые там окна на той стороне. Угу. Вау. С балконом, да? Как Джульетта. У них, короче, дверь открываешь, и сразу попадаешь в огромное фойе. Огромное. Которое вот прям просвечивается насквозь. Так, туда не поедем. Он говорит, там просто дома. Ты хочешь туда? Нет, я не знаю. Нет, там просто дома. Огромные окна. Огромные окна. Он говорит, там просто дома. Потому что там... Огромные окна. Ты не хочешь газиба? Да. Газиба с бассейном построили, так как я себе спланировала. Вот здесь новое местечко. В прошлый раз мы когда приезжали, его только расчищали. И вот уже фундамент. Тоже домик поставил. Фундамент большой, приличный. Но здесь все дома большие. Земля здесь стоит хорошо. Потому что здесь это сочетается спальный район, но очень близко, ну в пяти минутах от всей этой жизни. Самой этой жизни, конечно, тоже не хочет. Красивая, да? Такая архитектура классная. Все разные. Все разные. Когда я приехала в Нью-Йорк, я уже, наверное, сто раз говорила. Когда я приехала в Нью-Йорк, Лонг-Айленд. Красивенное место. И это еще был, что у нас был? Сентябрь. Все еще зеленое. Красиво. Вода теплая. И я обратила сразу же внимание, что все дома разные. Они сказали, это наша фишка. Дома не должны быть одинаковые по архитектуре. Ну, что не скажешь про Понга. Там все очень просто. До минимализма, до тошноты иногда все просто. Хочется сказать, ну, ребята, ну, давайте, ну, хоть чуть-чуть покучеряви. Ну, хоть чуть-чуть. Видите, как красиво. Здорово. Самое интересное, что вот эти дома, как бы, в основном все строили сами. Это построили они новая констракшн, нью констракшн. Вообще, это новая улица. В 2002 году, в 2005 году ее еще здесь не было. Вот наша сестричка, она строила сама себе, делала проект. Вот. В общем-то, вот так вот. Видите, комьюнити. Ворота здесь не закрываются, но, я не знаю, платят, наверное, они что-то за охрану. Привет всем. Итак, мы едем уже домой. Мы надо выйти домой. Сколько осталось? 4 часа, 11-го года. Всего ничего, да? Вот. Ну, вчера, конечно, классно, очень провели время, но, знаете, меня вчера они заставили попереживать, эти двое, потому как мы провели в ресторане 4 часа. Это было наш... В общем, они, когда... Мы когда сюда приезжаем, вот, кто чем занимается, знаете, как... Если я иду сама в магазин, значит, нормально, они тоже там все находят, чем заняться, либо именно муж и его сестра. Вот. Потом, значит, они там где-то посидели в баре, потом мы пошли вместе в ресторан, там тоже больше 4 часов. Вот скажите, что можно делать больше 4 часов, да? Действительно, это как-то долго затянулось, но мы классно, классно провели время, столько всего нужно было обговорить и так далее. Но эти двое, конечно, вчера немножечко перебрали. Это же не немножечко. Как оказалось, я еще таких никогда не видела. А, в общем-то, все начиналось очень просто, понимаете. Вчера играла наша команда, Оклахома, в баскетбол, потому что сейчас идет Марш Меднес, и они стали проигрывать. Вот. И к тому времени, как они уже проигрывают, ну, уже видно, что проигрывают, это где-то было уже, наверное, значит, так скажите, подождите. Мы пришли туда в 5, и в 5 начался матч. И где-то вот они там со всеми паузами играют, до 6, до ползиного. Я вот, честно говоря, во времени сейчас не буду утверждать, сколько это было, ну, так довольно-таки долго. Потому что мы сначала заказали себе, естественно, какие-то загрузки. Потом мы выпили, значит, я выпила себе сангрии, как обычно, мою вино с соком. И вот это был мой весь алкоголь. Но за то время, пока мы там провели, у меня уже там от него следа не осталось, а эти двое, знаете, накидались уже так. В общем-то, они, Маша пила, у нее была какая-то манхетта, и муж, как обычно, виски со льду. И, в общем, одна, и вторая, и третья, и так далее. И уже там нам принесли еду. Потом, значит, они стали сильно проигрывать. Я, естественно. Значит, муж у меня, как обычно, ну, он начал уже, когда есть такая кондиция, когда из тебя начинают юмор переть, в общем, фонтан идей разных. Ну, в общем, он нам уже всем по всем рассказал в паре, что если наши выиграют, то он, значит, наливает всем. Ну, в общем, наши не выиграли, но он налил себе и Маш. Короче говоря, пока то, пока сё. Потом они сейчас вспомнили, что Маша день рождения вот уже через сколько там, 7 дней, 10 дней, не помню по числам. Я даже не знаю, какое сегодня число. И, короче говоря, они решили, что это очень хороший повод, и поэтому давай клюкоза ещё больше. И, о май гааш, и, короче говоря, этот бармен на нас смотрит, так, да, уже говорит, слышите, «А, я, это, у меня мужа время шутит, говорит, да, не переживайте, а она, типа, ведёт, через рави, да, на меня показывает. Но я уже поняла, что я веду, вот это не моя машина, это машина машина, но всё равно думаю, ну куда, и в них за руль нельзя. Знаешь, что мужа меня нормально ведёт машину, потому что он не пьянеет, он не пьянеет. Даже после всех там вот этих вот, ну, накочисленных виски, всё равно, абсолютно нормальный человек. Вот Маша, вот её, как бы, это самое, она женщина, она послабее». И, в общем-то, уже к концу, уже полдесятого мы уходили, уже Бармен начал за них переживать, когда они, значит, пошутили, что Барша ведёт машину, а он говорит, «Не-не-не-не-не», говорю, «Так не пойдёт, так не пойдёт, я начинаю за вас волноваться». Короче говоря, ребята, я их погрузила в машину, они там ещё сзади сидели, мне ещё говорили, «Так, вот здесь поворот хороших, вот там ещё у них бар». Я говорю, «Угу». Вот, короче, привезла домой, их выгрузила, потом ещё собирала их там, то туда они куда-то не туда зашли, то там где-то поделились, потом там большой, понимаете, то ступеньки у нас вдруг, о-о-о, боже мой, я вообще-то с ним утром так просыпаюсь, так смотрю на них, ага, ожили, слава богу. Вот это мы вчера, знаете, погуляли, ничего себе, такое бывает нечасто, но попугали они меня. Короче говоря, надо за ними смотреть, если вдруг они перебирают дом, то надо переставать пить. Ой, чудаки, а? В общем, вот так, сейчас едем домой.